Добрый день, с вами капитан Дэн Электрозмей и сегодня я хочу поговорить об электрической пожарной безопасности. По статистике от 25 до 50 процентов пожаров возникает именно по причине неисправности электрики. Одна из главных причин по которой возникают пожары это неисправность нагревательных приборов, это более 25 процентов случаев, также высокое количество возгораний от неисправности проводки, которые напрямую связаны с использованием нагревательных и мощных электроприборов и там уже по мелочи идет возгорание зарядных устройств, блоков питания, телевизоров и так далее. И совсем мало, буквально 11 процента случаи, которые связаны с попаданием молнии в электросеть. Рассмотрим более подробно от чего возникает возгорание и как от этого можно защититься. Первое, неисправность приборов. Ну здесь все просто, перед эксплуатацией нагревательный прибор рекомендую проверить очень тщательно на замыкание, на перетертость кабелей, на качество и состояние различных выключателей, штепселей, вилок. Также включив прибор в сеть хотя бы какое-то время, несколько минут, посмотрите как он работает, не греются ли вилки, контакты, не происходит ли искрения. Рекомендую не ставить прибор на горючей поверхности, по возможности ставьте на бетон, на плитку, на кусочек цсп и если у вас возникла необходимость использовать его в деревянном доме, на линолеуме или еще где-то, где это может возгореться, начните вставлять нагревательный прибор без присмотра. Используйте различные термореле, блокирующие прибор в случае перегрева, превышения необходимой вам температуры. Следующая проблема, тесно связанная с первой проблемой с нагревательными и мощными приборами, это использование с ними несоответствующих кабелей и розеток. Предположим, вы используете мощный обогреватель порядка 25 ампер, там 5 киловаттный, да, бывают они 7 киловатт, например, с двумя контрами. Это уже 25-35 ампер тока и если вы подключаете к обычной сети кабелю 2,5 сечения, который рассчитан на номинальный ток 16 ампер, максимальный порядка 30, но он уже при этом начнет греться и как бы уже не очень хорошо это для него. А розеточки все у нас стандартные, они рассчитаны на максимальный уже ток 16 ампер. И проблема заключается даже не в этом, а в том, что на рынке сейчас присутствует очень много китайских розеток очень низкого качества, с тонкими металлическими контактами, такими тоже неизвестного металла, с хлипким горючим пластиком. И зачастую я видел, что такими удлинительно, такими розетками пользуются настройки, покупают самые дешевые. Обычно они практически каждый день, они горят. В квартире, в доме я не рекомендую использовать такие розеточки, то есть не экономите на розетках. И если вы уже используете по какой-то причине мощные нагревательные приборы, плиты, еще что-то, подключайте их через соответствующий кабель. То есть, если это 5 кВт, например, 25 ампер, ну, как минимум, четверку кабеля используйте. Если это больше, 7 кВт, то можно и шестерку использовать. Более того, рекомендую подключать их не через какие-то розетки, дополнительные состыковки. Да, они существуют мощные такие, трехфазные, однофазные, треугольные такие. Вилочки и сами розеточки большие, рассчитаны на большие токи, там, до 40 ампер. Ну, либо такие, либо подключайте напрямую в щитовую на мощный автомат. Ну, естественно, в щитовой все должно быть тоже рассветено нетонюсеньким кабелем, как некоторые электрики любят, одним проводочком, там, полторашкой, два с половиной развести весь щиток. Ну, это уже, как бы, мастхев у нормального электрика. Вытекающая из этой проблемы использование кабелей необходимого сечения, бывает проблема использования несоответствующих автоматов. Во-первых, автоматы С-типа, они имеют номинальный ток рабочий, например, 16 ампер, при этом срабатывать они начнут, там, чуть ли не в 25-30 ампер. И если у вас идет превышение, то автоматик будет держать, а кабель оказался где-то поврежденный, может быть, более тонкий, более старый, розеточка, там, более хлипкая, то есть у вас уже произойдет возгорание, автомат будет держать, и он вашу линию не защитит. Я стараюсь использовать автоматы B-типа, у которых отключающая способность выше, то есть они более скорострельные, они начинают выключаться уже, там, 18-20 ампер, то есть при небольшом превышении, то есть этого достаточно, чтобы защитить кабель соответствующего размера. Опять же, если у вас есть сомнения, какой у вас толщинный кабель, поставьте немножко заниженный автомат. Да, в каких-то случаях превышение у вас будет выбивать этот автомат, но вы будете знать, что вы уже, как бы, линию на грани перегрузки. Лучше перестраховаться, докинуть себе при необходимости в места мощных нагрузок более мощную линию отдельным кабелем, отдельным автоматом, но не стоит увеличивать номинал автомата. Хорошо, с мощными нагрузками разобрались, какие еще неисправности могут способствовать возгоранию. Во-первых, некачественная проводка. К сожалению, это не так уж и редко встречается. Один из вариантов некачественной проводки, когда сильно упрощают схему. Да, там кто-то говорит, это развод на деньги, к каждой розетке или к каждой группе свой кабель, но это уже современный тренд. То есть нормальный электрик не будет делать в каждой розетке кабель, но хотя бы рассчитает по группам. Например, группа какой-то комнаты спальни, да, там все розеточки могут быть на одном кабеле. Особенно, если там нет силовых розеток, рассчитанных на подключение нагревателей электрических. То есть, ну что там, игровые приставки, телевизор, компьютер, зарядка. То есть, все это достаточно малой мощности. И обычный 16-амперный кабель 3х2,5, значит, все это покрывает, то есть, эти мощности с запасом. А другое дело, там в коридоре какая-то силовая розетка, к которой может быть подключен мощный пылесос, какой-то обогрев ботинок, там еще что-то. Ее лучше сделать отдельно, то есть, не вешать кому-то. Какие-то мощные нагрузки стиралки, у которых сейчас есть подогрев воды, есть сушка, они тоже достаточно мощные. Это отдельный кабель на одну стиралку. То же самое плита, там даже более мощный кабель может быть. Ну, то есть, как бы, мощные нагрузки желательно разъединить. Даже если некоторые из экономии пытаются, там, пустить большой кабель, значит, это где-то будет распайка, от которой это будет все разветвляться. Распайка – это уже лишние контакты, которые не факт, что будут заделаны качественно. И там какие-то современные тенденции использовать ваги, да, они качественные, они хорошие, но для слабых нагрузок они отлично держат годами, десятками. Пружинки мощные, но на мощных нагрузках тоже в этих местах может быть перегрев. Более того, не всегда внимательные электрики торопятся, что-то не довставляют в ваги контакт. То есть, там чуть-чуть он контактит кончиком, естественно, у него контакт, ну, как бы, ненадежный получается. Поэтому я рекомендую мощные нагрузки все вести кабель отдельно, не надо их все валить в одну кашу. Второй вариант некачественной проводки – это как раз все вот эти скрутки, какие-то контакты, которые, если сделаны не очень хорошо, не очень качественно, они могут греться, особенно на мощных нагрузках. Сейчас по снипам скрутки запрещены, хотя, как бы, олдскульные электрики считают, что до сих пор скрутка – это один из лучших вариантов соединения проводов. Но качественная скрутка – это порядка, вот, там, не знаю, пяти сантиметров скрученного провода, еще и заваренного или сплавленного там на кончиках, да. А вот такие скрутки сейчас уже никто не делает, все торопятся, все лениться – это сложно, это долго, это много места занимает в коробке. А те скрутки, которые делают, там, два сантиметра, там, какими-то щипчиками, там, хлипкими, они, да, действительно ненадежнее, они менее надежнее, чем в ваге. Существуют всякие клеммы, там, еще что-то. Тем не менее, я стараюсь не использовать распаченные коробки, то есть, если мне надо сделать соединение, соединение делается непосредственно в розетке. Каждая розетка имеет возможность подключиться шлейфом, то есть, от нее подключается следующая, от следующей, следующей, и так далее. Таким образом, имея в комнате, там, три-пять розеток, там, одинарных, двойных, тройных, вы можете их соединить шлейфом, каждый к каждой, и это будет достаточно надежно. Тем не менее, и это уже соединенный контакт, который со временем может немножко подпортиться, подгореть, там, не знаю, резьба ослабнуть. Поэтому, по всем нормам современным, любые резьбовые контакты надо протягивать. Хотя бы раз в полгода, раз в год, не поленится взять отверточку, отключить автоматы, залезть в розеточки, проверить, как там у вас живут ваши контактики. Ну, и вы сразу увидите, не обязательно их там до дури дотягивать, чтобы сорвать резьбу и менять розетку, да. Просто чуть-чуть отверточкой попробуйте, если что-то ослабло, да, подтяните. Потому что плохой контакт, и это сразу нагрев, и это искрение, и, как следствие, это может быть возгорание. То же самое касается самих автоматов. В электрическом щитке, они со временем особенно недорогие, не промсерии, даже там, любимые ABB, Le Grand, Schneider, Home-серия, она там обычные плоские у них такие площадочки, и они со временем могут там эти контактики отходить. Многие электрики, олдскульные, они не любят использовать мягкие провода, которые в иншевые, в специальных втулках обжимаются, и так как бы имеют мягкое такое обжатие. Они лучше зажимаются, на самом деле, в клеммах автоматов. А жесткие провода, несмотря на то, что они жесткие, и там, да, кто-то говорит, лучше жесткие провода, они имеют такую тенденцию где-то выскочить, где-то отпружинить, а в случае, если там 2-3 проводочка в один автомат засунули, они могут один из проводочков там запросто плохо контактить и выскочить. Поэтому как бы это тоже такой нюанс, то есть кто-то за жесткие, кто-то за мягкие, я за мягкие. Потому что соединив два провода специальной двойной иншевышкой, вы получаете надежное соединение обжатое дважды сначала в саму втулку, а потом еще зажатое контактом автомата. Опять же, мягкие провода я беру обычно на один порядок, на два порядка мощнее. То есть если у меня провод 2,5 отходящий, то там четверка-шестерка будет внутри щита разъединена с запасом, чтобы это все нормально контактило. Еще одна проблема, из-за которой могут появляться возгорания, это использование в современном мире различных импульсных блоков питания. Трансформаторные блоки уже у нас отжили свое, они громоздкие, они тяжелые, они дорогие, потому что там много в трансформаторе меди, которые уже сейчас почти как золото стоят, используют современные импульсные схемы. Это неплохо, но очень много приборов сомнительного качества, сомнительного происхождения. В Китае он тоже бывает разный, особенно сейчас много приборов новомодных, там самокаты, сигвеи, там еще какие-то приборы, развлекательные машинки детские. И, к сожалению, вот чаще всего даже вот сотовые, уже редко я слышал, что сотовые в зарядке, хотя раньше тоже они горели там через дно, причем с пламенем. Сейчас горят как раз вот чаще вот эти самокатные всякие, они мощные, они импульс мощный заряд дают. Значит, они горят по двум причинам. То есть, она из причин банальная неисправность, что-то там подгорело, перегорелось и так далее. И одна из причин, любой импульсный блок питания, чем мощнее, тем больше у него Inrush Current, то есть, пусковой ток. Значит, при токе там в 3, 5, 6 ампер выходном, там входном, например, у блока питания, он может пусковой ток давать до 60-80 ампер. В момент его включения он будет портить вашу розетку, будет влиять на ваш провод, особенно если он тоненький, вы где-то там подключаете, он не такой уж мощный, там какой-то блочок маленький, да. Ну, естественно, там вилка, все это все может греться, все вот даже от этого импульса уже подгорать, портится контакт, и дальше, если он уже окислился, подгорел, подпортился, он будет только, это все будет усугубляться. Поэтому, все зарядные устройства, рекомендую использовать только под присмотром, под личным присмотром. Включать их в надежную, качественную розетку. Желательно там, да, не использовать там вблизи каких-то легко возгорающих бумажных, деревянных изделий, тоже где-то на плиточку это положить, зарядку или, не знаю, на специальную подставочку, там железную, каменную, какую угодно. И, уходя из дома, выключать все эти приборы из сети. В связи с этим, сейчас такая новомодная тенденция, использовать так называемую мастер-кнопку. То есть, это реле, которое через обычный выключатель, вы можете, выходя из дома, погасить все, кроме, например, холодильника, ну, если есть какая-то безопасность в доме, там камеры, что-то наблюдение, или там удаленную правильнику, то есть, кроме вот этого, то есть, это пускается мимо этой кнопки, его тоже можно блокировать общей кнопкой, но вы уходите на какое-то время из дома, дабы не бегать по всей квартире, не вытаскивать эти импульсные блоки питания, телевизоры, как бабушки родила, из розеток расшатывая эти розетки, и тем самым, делая, скажем так, только хуже, эти розетки расшатываются, контакт ухудшается, и лишний раз туда-сюда дернули, то есть, он может в какой-то момент, да, разболтаться и тоже возгореться. Самая малочисленная у нас история, по которой может что-то сгореться, тем не менее, она не менее опасная, и это удар молний. Причем молния, по статистике, в очень редких случаях, она попадает, делает прямое попадание, и это надо уж очень постараться, надо, чтобы дом был на холме, чтобы рядом не было каких-то там высоких других деревьев, построек, тогда она может быть там, стоящей в поле на холме дом, она и попадет. Но если у вас есть такой риск, то да, там есть специальные грозозащитные всякие ограждения, которые делаются, наверное, не ограждения, а специальные, такая установка, которая будет ловить эту молнию и через мощный такой молнииотвод его отводить на землю, это некоторые там, богатые в домах заморачиваются, или ставят штырь молнииотвод, который несколько раз выше дома, где-то там на заднем дворе, подальше от дома, чтобы молния если уж жахнула, то не в дом, то в этот штырь. Но это как бы такая радикальная, мощная, дорогая вещь. Более дешевый вариант, если у вас совсем нет средств, и вы находитесь в доме, и в этот момент происходит молния, гроза очень мощная, вы слышите раскаты, мощный удар молний, то есть просто отрубите все электричество в доме. То есть из розеток вынуть все это как бы тоже неплохо. Но самый простой вариант, это отключить вводной автомат. Лучше, если это сделать на столбе. Из розеток тоже все можно вытащить, потому что наведенное электричество даже на отключенную сеть, оно может иметь киловольт, если где-то рядом жахнет. Чем меньше влокнуты в сеть, тем меньше вероятность, что на каждом маленьком участке провода будет вот это наведение высокого напряжения, там, тысячи вольт. Другой вариант, средний такой по цене, чем там строить какие-то мощные громотводы, это использовать так называемые ZIP-устройства, защита от импульсных помех, я о них уже рассказывал в некоторых блогах. Значит, они есть там разных степеней, есть универсальные, но как минимум вы ставите там где-то на входе в щите на каждую фазу и на ноль, и в случае там проникновения этого импульса, они как минимум защитят вашу технику от порчи, а в хороших домах и техника приличная, дорогая. Ну и опять же, в момент, когда она может испортиться от этого импульса, какая-то из техник может там бахнуть и слегка подгореть и что-то поджечь за собой. Поэтому тоже такая маловероятная, но тем не менее, история, которая может влиять на пожар, это, ну, вкратце рассказал, как от этого защититься. Буквально еще несколько советов, как уберечь себя от пожара при эксплуатации электроустановок и электрики любой. Первый совет. Использовать качественный негорючий кабель. Значит, сейчас их на рынке много. Значит, один из самых качественных, который я использую, это VVG, NG, LSA. Значит, ну, как хорошо, VVG это там аббревиатура кабеля, NG негорючий, LS Low Smoke, это с малой дымностью, то есть, который при, если даже его полить огнем, он не выделяет дыма, что позволяет вам не вздохнуться, даже если у вас там где-то возгорание не по причине электрики произошло, но сами кабели, они могут быть токсичными. Значит, к слову об этом, все кабели, вот эти вот на удлинителях, мягкие, белые, они считаются горючими. И ими проводку сейчас категорически не рекомендуется делать. Более того, снипы, они все это запрещают. То есть, эти кабели нужны для оперативных нужд, там, это шнурок к телевизору, шнурок к чему-то, это удлинитель, который под вашим присмотром выключили, попользовались, выключили, который не замурован в стену. В стене они, мало того, что они, большая разница их возгорания, там жесткий кабель должен быть немного жильный, одножильный. И, естественно, чем он не горючий, тем лучше. Есть более дорогие кабели с аббреватурой FLRS и похожие, которые вообще не содержат в своем составе хлора. В NGLS там есть небольшие составляющие хлора, ну, совсем небольшие, поэтому он считается low smoke, то есть с низким содержанием дыма. А FLRS и похожие кабели, они есть, которые самозатухающие и вообще там бездымные. То есть, грубо говоря, даже если вы полите, он будет плохо гореть и при этом не выделять ничего. То есть, такие кабели используются в детских учреждениях, в торговых центрах, то есть, это такие нормы, и некоторые используются в квартирах. В принципе, разница там 60 рублей за метр или там 100 рублей за метр, ну, как бы она в два раза, но если у вас там небольшой дом, небольшая квартира, экономит на себе любимом, то есть, смотрите сами. То есть, и тот, и другой кабель неплохие. Ну, один совсем защищенный, второй достаточно защищенный. Значит, следующий совет обязательно использовать УЗО на всех линиях, в том числе и на свет. Совсем недавно встречался с случаем, когда там где-то что-то на улице подзамкнуло и как бы пытались решить эту проблему, но решили, что надо будет все равно менять кабель. Поставь УЗО, поняли, что его выбивают, потому что там где-то идет утечка, и может и человека током ударить, и в конце концов может загореться подогнивший, подгоревший уже этот кабель. А можно было радикально поставить более мощный автомат без УЗО и как бы там еще что-то как-то это поработало бы, но могло догореть, отгореть, и были бы всякие проблемы вплоть до возгорания. Поэтому УЗО желательно ставить в том числе и на свет, на любую группу. Экономите, поставьте одно на несколько групп, на несколько автоматов. Не экономите, поставьте отдельный дифтомат на каждую линию. Конечно, пожарный УЗО, если щит особенно большой, да и даже в обычных домах сейчас ставится, он ставится в одном щитке на личной площадке. Лучше селективный, чтобы зря не срабатывал в каких-то ситуациях параллельно с ленинами УЗО. Но тоже, если что-то будет случиться в щиту, перегрев будет какой-то, где-то плохой контакт, где-то кабель какой-то переднагруженный там потечет, начнет уже утечку давать потоку, оно срабатывает и также предотвратит пожар. В России редко кто использует, за границей без этого во многих развитых странах, там в США, в Европе просто не дает страховку вам на квартиру. Ну, если вы знаете, у них там многие квартиры берут в моргич, то есть, как у нас сейчас в лизинге или в ипотеку по-русски, да, и им просто не подпишут ипотеку, если у них не сделано все по нормам, и в нормы входит установка датчиков пожарной сигнализации, карбон-датчиков так называемых, которые на дым срабатывают, и эти датчики по-хорошему могут быть подключены к входному контролю, который в случае там пожара, превышения температуры, они как минимум блокируют подачу электроэнергии, второй вариант, как в Америке, включат спринглеры, то есть, чтобы вода там полилась, везде там, разбрызгивалась, тушила это, ну, и третий вариант, это оповещение по GSM, это стоит недорого, там контроллер, я смотрю, там несколько тысяч рублей стоит, которые через GSM-сети, там сотовые сети, они оповещают человека о том, что у него дома что-то случилось, так что, если вы озабочены как безопасность, поставьте датчики, ну, разоритесь вы там на лишние 10 тысяч, ну, редко, но метко, это позволит избежать миллионных убытков. В заключение скажу, невзирая на то, что как, насколько у вас качественно все сделано, рекомендую иметь на местах огнетушители в соответствии с вашей площадью, я не помню сейчас нормы, сдавал нормативы когда-то, это, ну, примерно там на 30-50 квадратных метров один огнетушитель. Самый нормальный огнетушитель можно купить в Леруа, порошковый, есть в специальных магазинах, они там проверены, поверены, это уже там для организации, для дома, просто свежий, порошковый, просто им можно тушить электрику, не выключая, скажем так, всякие кислотные, это обязательно надо все обрубить, иначе будет замыкание еще больше, чем было до тушения. Имеет смысл хотя бы виртуально в интернете ознакомиться с правилами действий в случае пожара, куда бежать, что там, несмотря на то, что во многих домах есть специальные пожарные системы, к сожалению, многих отключают, там не подключают, не договариваются, и они для проформы, там висит кнопка, которая не работает, не оповещатель, не кнопка, не датчики, узнать, что делать, куда бежать, как тушить, что открывать, как ползти к двери, и так далее, ну, хотя бы вкратце надо 15 минут потратить. Все, что хотел сказать вам про пожарную безопасность, если у вас есть какие-то вопросы, пишите на WhatsApp, в комментарии к видео. С вами был капитан Дэн Электросмей. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok